Первое знакомство человека с неврологом происходит еще в младенчестве. В возрасте одного месяца малыша в обязательном порядке показывают специалисту, даже если жалоб нет. Жалоб нет, и мы вот ковидом недавно переболели. Не срыгивает? Срыгивает иногда. Фонтаном? Нет, так вот, как положено. Трехмесячный Ваня Гаркин с мамой Натальей у невролога Винновской детской проклиники Ксении Никушиной уже во второй раз. У малыша сохраняется небольшой тонус конечностей, часто явление у грудничков. Врач советует подключить гимнастику и массаж. Врач хороший, опытный, смотрит всегда хорошо, всегда советует, что нужно делать, что нет. Как о приеме, мы в восторге всегда. Стараемся записываться именно к ней. Детский невролог Ксения Никушина в профессии уже пять лет. Медиком мечтала стать с самого детства, вдохновляясь примером старшей сестры терапевта. А вот с профилем определилась лишь в институте. Очень интересно, ну первое, помогать. Есть вариант какой-то помощи детям, то есть ты понимаешь, что ты можешь их вылечить, можешь предотвратить много заболеваний. В принципе, строение нервной системы, оно очень своеобразное, и можно помочь в совокупности многим специалистам на самом деле при лечении. Детский невролог занимается диагностикой и лечением самых разных болезней центральной и периферической нервной системы. Тени руки вверх. Тени. Боль есть? Ну, нет. Причем для каждого возраста наиболее характерны свои проблемы, говорит Ксения Никушина. До года. То это тонусные вопросы, это беспричинные крики, это беспричинное срыгивание, это нарушение каких-то, скажем, движений со стороны ребенка. Если брать средний возраст, то это больше по состоянию нарушения речи, нарушения моторики и любых жалоб ребенка. А вот школьников чаще всего беспокоят головные боли, головокружение, нарушение координации и астенический синдром. В народе его называют синдромом хронической усталости. Здесь важен правильный режим, важно правильное питание, занятие, даже простой гимнастика, в принципе, тоже важно. Ограничение планшетов, телефонов – это беда нашего времени, то есть это тоже нужно обязательно. Помощь невролога может понадобиться также после травм, различных перенесенных заболеваний и хирургических вмешательств. Словом, это очень нужные специалисты. 1 декабря неврологи отметили свой профессиональный праздник. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».